А вот только оторвалось, что-то мужчина был, не помог попасть в подъезд. Вот так. Новостройка на Герцена в поселке Южный. Часть ее жителей недовольна состоянием здания и уходом за ним. Многоквартирный дом сдали в эксплуатацию в апреле этого года, а ручки уже отрываются, жалуются люди. Также их волнуют и другие проблемы. Не устраивает качество клининговых услуг, не устраивает качество содержания придомовой территории. Нет урн, вот тут, например, у нас отсутствуют урны, бычки все валяются, вот они здесь. Дом обслуживает управляющая организация «Импульс». По словам мастера организации, все возникающие недочеты сразу же устраняют. Так, после жала под жителей трех квартир на уборку, компания организовала поквартирный обход. 146-я квартира, вот могу показать, значит, женщина говорит, нас устраивает все, уборка проходит как положено, как бы проблем нет. 148-я квартира рядом, то есть на этой же площадочке, то же самое. Кроме того, был повторно проведен обход и собраны подписи жильцов. Сегодня со мной встречались представители клининговой компании, представители «Импульса». Ну, прошли, да, замечания наши были услышаны, то есть, да, будет работа вестись дальше. Но вот есть окна общедомового помещения, да, это колясочные, они выходят на ту сторону, во двор. И окно, подоконник весь сезон, он засыпался песком, грязью, естественно. Обошли все, посмотрели, как бы приспросили, что ее волнует. Ну, вот то разводы какие-то, то пыль. Ну, как бы дали ей номер телефона мастера клининга и объяснили ситуацию. Если что-то может где-то ей не понравиться, она звонит сразу и исправляется эта работа. Ну, как бы все на этом. Вы все идете как бы на встречу? Ну, конечно, а как же, мы же с людьми работаем. Некоторые жильцы понимают, ремонт в квартирах идет полным ходом, поэтому идеальной чистоты пока не будет. Но это не все вопросы возмущающихся. При возникновении ситуации, например, краны потекли на отоплении, на батареях отопления, оказывается, отключить стояк, чтобы поменять краны или предотвратить течь, это платная услуга оказалась. Было озвучено 700 рублей. По мнению женщины, за тариф 22.96 все услуги должны быть бесплатными. Как нам пояснили в Управляйке, по постановлению правительства номер 290 о минимальном перечне услуг, в рамках тарифа компания обслуживает только общее имущество многоквартирного дома. В случае аварийных ситуаций на общедомовых стояках устранение проведут бесплатно. В последние годы собственники, приобретая квартиры в новостройках, в ходе ремонта многое переделывают по своему усмотрению. В большом количестве хотят переносить или вовсе срезать полотенцесушитель, переносить приборы учета холодной и горячей воды, радиаторы отопления. В связи со сложностью и трудоемкостью произведения работ по отключению стояка, которые обычно занимают до половины рабочего дня, в нашей компании определена плата за данную дополнительную услугу по отключению и сбросу стояка в размере 700 рублей. В перечне дополнительных платных услуг дома две графы. Сброс стояка и повторная пломбировка счетчика 500 рублей. И хотя руководство обслуживающей организации считает себя правомерной брать деньги за них, люди с такой позиции не согласны и призывают управляйку лучше исполнять свои обязанности без дополнительных поборов. Юлия Ощепина, Дмитрий Денисов. День с толком.